Этот сезон постепенно подходит к концу и, как обычно, пришло время подводить некоторые итоги. У некоторых игроков были большие планы на эту кампанию, но их по разным причинам так и не удалось реализовать. В эту категорию попали и новички, и даже те футболисты, которые хорошо показали себя в предыдущем году. Ну и, конечно же, не обошлось без тех, кто по-прежнему находится в яме и все еще не может выбраться из кризиса. Голл-24 представляет вашему вниманию топ-10 худших игроков сезона 2023-2024. Перед началом ответьте на вопрос. Какой футболист забил больше голов в чемпионате в прошлой кампании? Ромео Лукаку, Кай Хавертс, Ферран Торрес, Себастьян Аллер. Свои варианты вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Итальянский Милан провел довольно противоречивую трансферную кампанию прошлым летом. С одной стороны, руководство угадало с Рубаном Лофтусом Чиком и Кристином Пулешичем, но с другой не обошлось без провалов. Россанери заплатили 20 миллионов евро за вингера Вильяреала Самуэля Чуквезе и возлагали на нигерейца большие надежды. Игрок в прошлом сезоне набрал 6 плюс 5 в чемпионате Испании, а также отлично проявил себя в выездном матче против мадридского Реала, где оформил дубль и принес своей команде победу 3-2. В один момент услугами Самуэля заинтересовался сам королевский клуб, но в итоге игрок перебрался в Милан. К сожалению, повышение сложилось для Чуквезе не так, как он этого хотел. 24-летний нигереец начинал сезон в статусе запасного и лишь в середине ноября провел несколько матчей в основе. В этих поединках Самуэль ничем особенным не запомнился, и эта тенденция продолжилась вплоть до конца сезона. Некогда один из лучших дриблеров Ла Лиги потерялся в серии А и проиграл конкуренцию на фланге Пульжичу. Тренер Милана Стефано Пиоли на своих приз-конференциях призывал дать Чуквезе время. Посмотрим, сможет ли нигереец реабилитироваться в следующем сезоне. Россанери прошлым летом также пригласили в состав нападающего Ноа Акафора из Зальцбурга, который осенью 22-го года забил ворота будущего клуба в Лиге чемпионов. Милан выиграл гонку за швейцарского форварда, хотя к игроку проявляли интерес и другие топ-клубы из разных уголков Европы. Россанери заплатили за трансфер 14 миллионов евро, так как у Ноа оставался всего год по контракту с Зальцбургом. Болельщики Милана ожидали от Акафора качественных выступлений в дебютном сезоне, но нападающий даже не смог стать игроком стартового состава. Швейцарец способен сыграть как на позиции центрального форварда, так и на фланге слева. Тем не менее, ни в одном из этих амплуа футболист так и не смог закрепиться. Как результат, Ноа к сегодняшнему дню отыграл всего чуть более 800 минут в серии А. 23-летний игрок при этом отметился шестью голами, двумя ассистами, но даже несмотря на вполне удовлетворительное соотношение игровых минут и результативности, болельщики Милана остались недовольны качеством Акафора. Летом Россанери покинет основной форвард Оливье Жеру. Быть может, в следующем сезоне молодой нападающий сможет получить желаемое игровое время и проявить себя в полной мере. Перед началом этой кампании Милан потерял очень важного футболиста в лице полузащитника Сандро Танали, который перебрался в Нью-Касл. Одним из игроков, который пришел на замену итальянцу, стал Юнус Муса. Американец некоторое время был интересен топ-клубом АПЛ, но трансфер оформил именно Милан, который заплатил испанской Валенсии 20 миллионов евро. На протяжении всего сезона Муса выступал в составе Россанери на совершенно разных позициях. Иногда игроку приходилось действовать на позиции опорника, иногда на правом фланге обороны, но в основном Юнус выходил на поле в центре полузащиты. Если в начале кампании футболист был основным, то уже в январе он потерял место в стартовом составе. Причина этому довольно простая. Неудовлетворительная игра, которая в один момент осточертила главному тренеру Стефана Пиоли. 21-летний Муса настолько сильно растерял форму, что с начала календарного года всего трижды выходил в стартовом составе Милана на матче серии А. Возможно, этот сезон потребовался Юнусу для адаптации, но уже начиная со следующей кампании фанаты будут судить его по всей строгости. Пьер Эмиль Хойберг Датский опорник выступает в английской премьер-лиге с 2016 года. Отыграв четыре сезона в составе Саутгемптона, полузащитник перебрался в лондонский Тоттенхэм за 16 миллионов 600 тысяч евро. В первых трех кампаниях в составе Шпор Пьер Эмиль был одним из ключевых игроков команды и каждую неделю выходил на поле в стартовом составе. Хойбергу доверяли все тренеры Тоттенхэма, начиная от Джозе Мауринио, заканчивая Антонио Конте. Впрочем, прошлым летом все изменилось, когда Шпор возглавил Агне Пастекоглу. Австралийский специалист проповедует очень атакующий футбол, а игрок столь разрушительного типа, как Хойберг, не подходил под стиль тренера. Пастекоглу еще перед началом сезона сообщил Пьеру Эмилю, что Тотт не входит в его планы. Тем не менее, датчанин остался и сражался за свое место в стартовом составе. Вот только все усилия полузащитника оказались напрасными. За весь сезон он отыграл 1263 минуты, что более чем в два раза меньше, чем в трех предыдущих кампаниях. Более того, Хойберг в основном выходил в старте только тогда, когда Пастекоглу не мог выпустить никого другого из-за кадровых проблем. К тому же опорник действительно не вписывался в стиль игры Шпор под руководством нового тренера и смотрелся неубедительно. Возможно, свою роль сыграло отсутствие стабильной практики и психологическое состояние. Датчанин мог покинуть Тоттенхэм еще в январе, но интерес мадридского атлетика и туринского Ювентуса так и не продвинулся в следующую стадию. Летом у 28-летнего Пьера Эмиля будет оставаться всего год по контракту с Тоттенхэмом, поэтому Шпоры, как ни крути, вынуждены продать футболиста по скидке. Вариант с Ювентусом все еще возможен, но сможет ли старая сеньора оформить трансфер, покажет время. Полузащитник летом 2022 года покинул Амстердамский Аякс и перебрался в Мюнхенскую Баварию. Единственный сезон Бундеслиги прошел для нидерландца очень разочаровывающе. А Райан не пользовался доверием тренерского штаба, причем ситуация не менялась ни при Юлиане Нагельсмане, ни при Тома Сетухеле. За всю кампанию Гравенберг всего раз появился в стартовом составе Баварии на матч в чемпионате. Футболист, конечно же, не был доволен своим положением и летом потребовал у руководства трансфер другую команду. Английский Ливерпуль как раз нуждался в трансфере нового полузащитника и согласился заплатить за 22-летнего нидерландца 40 миллионов евро. Главный тренер Юрген Клоп имел четкие планы на талантливого хавбека и был убежден, что тот сможет заиграть на Энфилде. Но, к сожалению, Райан так и не смог оправдать ожидания. Полузащитник не смог пробиться в стартовый состав и проиграл конкуренцию в центре поля. Гравенберг выходил в основе лишь в 13 матчах этого розыгрыша АПЛ. Это при том, что футболист пропустил из-за небольшой травмы всего два поединка. Райан выиграл с Ливерпулем Кубок Лиги в этом сезоне, но в индивидуальном плане его игра явно разочаровала. С другой же стороны, нидерландец получил в два раза больше игровой практики, чем в прошлой кампании, ведь его хотя бы часто выпускали на поле со скамейки. Поэтому можно считать, что небольшого прогресса Гравенберг так и добился. Но этого все равно, так или иначе, мало для болельщиков Ливерпуля, которые в следующем сезоне будут судить Райана более строго, чем в нынешнем. Как ни крути, отмазка с периодом адаптации уже не проканает. ПСЖ прошлым летом пригласил в свои ряды нового центрального защитника. Руководство долгое время охотилось на одного из лучших защитников серии А в лице Милана Шкриньера, который длительное время выступал за Интер. В июле 2023 года у футболиста стекал контракт с Нерадзури, а в его услугах был заинтересован целый ряд топ-клубов. В итоге самые выгодные условия предложил ПСЖ, и защитник согласился подписать контракт на правах свободного агента. 29-летний Словак ожидаемо стал игроком стартового состава и играл в паре с Маркиниесом в центре обороны. Вот только Шкриньер не смог проявить себя в полной красе. Милан был далек от той формы, которую демонстрировал в серии А. ПСЖ в этом розыгрыше Лиги 1 пропустил 33 гола, что является третьим показателем в чемпионате после Лиля и Ниццы. В этом в том числе виноват и Шкриньер, который пока не до конца адаптировался к игровой системе ПСЖ. Главный тренер Луис Энрике надеется, что в следующем сезоне Словак прибавит, но для этого футболисту также нужно избегать травм. А ведь в этой кампании защитник из-за повреждения лодыжки пропустил 15 поединков во всех турнирах. Заметно хуже сезон провел другой игрок ПСЖ в лице Карлоса Солера. Испанец выступает за команду с лета 22 года, когда перебрался из Валенсии за 18 миллионов евро. В первом сезоне полузащитник был игроком ротации, но записал на свой счет по три гола и ассиста в чемпионате. Несмотря на прибытие новичков и возрастающую конкуренцию, Солер остался в ПСЖ летом и надеялся, что в этом сезоне сделает шаг вперед и получит больше игровой практики. Тем не менее, все пошло не по плану. Карлос стал еще меньше выходить на поле и, наоборот, сделал шаг назад в развитии. Сейчас на его счету голы два ассиста в чемпионате за тысячу игровых минут. Полузащитник явно не входит в планы Луиса Энрики в качестве игрока основного состава. 27-летний Солер это прекрасно понимает и планирует покинуть Париж ближайшим летом. По слухам, хаффбэк близок к переезду в английскую премьер-лигу, где его услугами интересуется Астон Вилла у Найи Эмери. Посмотрим, что из этого выйдет. Сезон также выдался неудачным для трех игроков мадридского атлетика. Начать, пожалуй, стоит с Депая, который перебрался на Ванда Метрополитана в январе 23-го года из Барселоны. В прошлом сезоне он за полгода отметился четырьмя голами в восьми матчах чемпионата, что было довольно-таки неплохо. Но, к сожалению, в новой кампании цифры Депая совсем не впечатляют. В этот раз нападающий за 22 матча забил лишь 5 мячей. Правда, Мемфис неплохо проявил себя в Лиге чемпионов, где спас Атлетика, забив гол в ворота Миланского Интера в ответном матче 1-8 финала. Удар Нидерландса перевел игру в овертайм, а в серии пенальти Атлетика одолел соперников и вышел в четвертьфинал. Один хороший матч так или иначе не отменяет того факта, что Депай крайне слабо выступал в этом сезоне и вчистую проиграл конкуренцию Альвара Марате. Летом 25-го года у Мемфиса истекает контракт с Атлетикой, поэтому вполне вероятно, что футболист покинет команду в ближайшее межсезонье. Центральный защитник Хосе Марио Хименес тоже провел кампанию не лучшим образом. Уругвайец из-за травм пропустил 18 матчей во всех турнирах. После восстановления футболист никак не мог набрать оптимальную форму, несмотря на полное доверие от главного тренера Диего Симеона. 29-летний защитник уже не первый год страдает из-за различных повреждений, которые мешают игроку демонстрировать стабильные выступления. Во второй половине десятых Хименес был одним из лучших центрбэков в Ла Лиге, но сейчас Уругвайз далек от этих кондиций. Хосе Марио успел отыграть всего 1232 минуты в чемпионате, где смотрелся неубедительно. Практически каждый матч футболист заканчивал с одной из самых низких оценок в своей команде, и так продолжалось весь сезон. У Хименеса так или иначе есть контракт до 28-го года, но Атлетика пока не знает, что делать с защитником. Вряд ли игрок захочет уйти, учитывая неплохую зарплату в 6 250 000 евро в год. Другой клуб попросту не будет платить Хосе Марио подобные деньги. Отдельно стоит отметить правого защитника Науэля Малину, за которого Атлетика летом 2022 года заплатил 20 миллионов евро. В первом сезоне аргентинец регулярно выходил в стартовом составе, а также отметился четырьмя голами и двумя ассистами в чемпионате. 26-летний чемпион мира надеялся провести эту кампанию еще лучше, но все пошло не по плану. В конечном итоге Науэль даже не был стабильным игроком стартового состава и провел на поле на тысячу минут меньше, чем в прошлом сезоне. Это при том, что футболист пропустил всего три матча из-за травм. В общем и целом Малина находился в слабой форме, что и стало закономерностью нестабильных выступлений. В этом розыгрыше чемпионата аргентинец также допустил одну ошибку, которая привела к голу. Если же говорить о результативности, на счету Науэля два гола и три ассиста. Как бы там ни было, Симеоне в следующем сезоне наверняка даст еще один шанс своему соотечественнику. Тем более, что у него особо нет денег на трансфер нового правозащитника. Манчестер Сити в этом сезоне вновь продемонстрировал выдающийся футбол, но некоторые игроки провели кампанию не так, как им того хотелось бы. Джек Грилиш выступает за команду Гвардиолы с 2021 года, когда перешел из Астон-Виллы за 117,5 миллионов евро. Англичанин стал рекордным трансфером АПЛ, но провалился в первом сезоне, набрав в чемпионате всего 3 плюс 3 по системе гол плюс пас. Во второй кампании Вингер смотрелся уже более убедительно. Игрок набрал отличную форму, но его результативность из пяти голов и семи ассистов в чемпионате все равно не впечатляла. Несмотря на неубедительную статистику, Джек сильно прибавил, и болельщики в целом были довольны его игрой. Хотя, конечно же, все прекрасно понимали, что Грилиш не соответствовал 117 миллионам евро. Как бы там ни было, на фоне выигранного трэбла это никого не волновало. Но 28-летний англичанин был настроен сделать еще один шаг в новом сезоне. На старте кампании игрок пропустил пару матчей из-за травмы, а иногда вовсе оставался на скамейке запасных, так как проигрывал конкуренцию новичку Жеремидаку. Дела Грилиша шли настолько плохо, что Вингер в этом сезоне максимум выходил в старте 4 матча подряд в премьер-лиге. Впрочем, в самых важных поединках Гвардиола все равно делал выбор в пользу Джека. В конечном итоге Грилиш отменился в АПЛ всего тремя голами и одним ассистом, что даже хуже, чем в дебютном сезоне. При этом стоит учитывать, что Джек получил меньше практики и отыграл всего чуть более 1000 минут. Номинальный центральный защитник Джон Стоунс в прошлом сезоне часто выступал на позиции опорника, где показал себя очень неплохо. К сожалению, перед стартом этого розыгрыша АПЛ англичанин получил травму бедра и вернулся в строй лишь к октябрю. После восстановления футболист получал все новые и новые микроповреждения, которые мешали ему набрать форму. Ситуация более-менее нормализовалась к январю, но когда Джон выходил на поле, он не мог показывать тот же уровень игры, что и в прошлом сезоне. По этой причине Стоунс часто оставался на скамейке запасных и не выходил с первых минут даже в ключевых матчах компаний. 29-летний англичанин явно не ожидал такого отката после столь мощных выступлений в предыдущем сезоне, где Манчестер Сити выиграл золотой трэбл. Так или иначе, у Джона еще будет шанс решить проблемы со здоровьем и вернуться на топ-уровень. Игрок пользуется поддержкой Гвардиолы, так как является очень важным для системы. Прошлым летом Манчестер Сити приобрел у Вулверхэмптона полузащитника Матеуша Нуноша за 62 миллиона евро. До трансфера на Этихат португалец провел всего один сезон премьер-лиги, где отлично проявил себя в составе волков. На футболиста долгое время охотился Ливерпуль, но гонку в конечном итоге выиграли именно горожане. Матеуш понимал, что ему придется столкнуться с серьезной конкуренцией в Манчестер Сити, но несмотря на это согласился на трансфер. Гвардиола думал, что Матеуш может помочь команде здесь и сейчас, но, как оказалось, тренер ошибся с прогнозами. Нуноша оказался не готов к столь резкому шагу вперед и вчистую проиграл конкуренцию другим полузащитникам. Португальский хаффбэк отыграл всего 654 минут в чемпионате, что, конечно же, неудовлетворительно для 25-летнего полузащитника, который нуждается в еженедельной игровой практике. Матеуш смотрелся потерянным на поле и за этот сезон АПЛ даже допустил одну ошибку, которая привела к голу. Несмотря на неудачную дебютную кампанию, Нуноша настроен остаться в Манчестер Сити летом и выбрать себе место в основе. Посмотрим, получится ли у португальца достичь цели. Виттер Рокки, Ариоль Ромео, Иньиго Мартинес и Ферран Торрес Каталонская Барселона не лучшим образом провела трансферную кампанию, ведь большая часть новичков не оправдала ожидания болельщиков. Перед началом сезона команда оформила сделку по переходу 19-летнего нападающего Виттера Рокки из атлетика Парнаэнса. Бразилиц подписал контракт с инегранатовым летом, но прибыл в расположение клуба в январе. Форвард начинал в Ла Лиге довольно неплохо. В первых трех матчах он не отметился результативными действиями, выходя на поле со скамейки запасных. Затем Виттеру удалось отличиться в двух поединках подряд и хорошо себя проявить. Правда, в пятом матче с Алавесом Бразилиц помимо забитого гола также отметился красной карточкой, что слегка подпортило впечатление. Пропустив одну игру из-за дисквалификации, Рокки наконец впервые вышел в основе, но не смог отличиться в шести матчах подряд. В конце апреля главный тренер Хави перестал выпускать бразильца, который оставался неиспользованной заменой в четырех последних матчах чемпионата. По этой причине агент игрока недавно публично заявил о намерении своего клиента покинуть Барселону летом. Такой сценарий можно предотвратить только одним путем – предоставить Виттеру игровую практику. Синегранатовые заплатили за нападающего 40 миллионов евро и вряд ли будут продавать его в убыток. Но дело в том, что молодого бразильца готовы приютить другие топ-клубы. В любом случае, как сложится его судьба, покажет время. Прошлым летом Барселона лишилась своего капитана и легендарного опорника Серхио Бускетца, который покинул команду и перебрался в МЛС. Хави требовал у руководства качественную замену испанцу, но у клуба не было денег на приглашение дорогих новичков. В итоге Барселона приняла решение выкупить у Жероны своего воспитанника – Ориоля Ромео, который покинул Синегранатовых еще летом 2011 года. Бывший игрок Челси обошелся каталонцам всего в 3 миллиона 400 тысяч евро и стал единственным летним новичком, за которого были заплачены хоть какие-то деньги. Ромео начал сезон в качестве основного опорника, но, мягко говоря, не справлялся с своими задачами и не тянул уровень Барселоны. Хави очень быстро это осознал и уже в конце сентября усадил испанца на скамейку. С тех пор Ориоль не смог переубедить тренера в своей состоятельности. К сегодняшнему дню полузащитник отыграл всего 876 минут Ла Лиги, а из-за его неубедительной игры Барселона была вынуждена использовать на позиции опорника Андреаса Кристенсена, который номинально является центральным защитником. Сейчас все идет к тому, что Ориоль летом вернется в Жерону, по крайней вернуть игрока в команду. Вряд ли Барселона будет стоять у 32-летнего хавбека на пути. Еще одним летним новичком Синегранатовых стал центральный защитник Иниго Мартинес, который перебрался в команду на правах свободного агента из Атлетика Бильбао. 32-летний Баск обладал большим опытом игры в Ла Лиге и должен был усилить линию обороны Барселоны. Впрочем, ничего толкового из этого трансфера пока не вышло. Иниго часто страдает от травм, а на поле не выглядит защитником уровня своего клуба. Мартинес так и не стал стабильным игроком стартового состава и к сегодняшнему дню отыграл всего 1020 минут в Ла Лиге. Во второй половине опытный Иниго вовсе проиграл конкуренцию 17-летнему Пауку Барси, который из матча в матч несколько раз признавался лучшим игроком на поле. Так или иначе, что будет с Мартинесом в будущем, пока неизвестно. Баск наверняка останется в Барселоне на следующий сезон и постарается показать более стабильный футбол. На падающейся негранатовых Ферран Торрес тоже выдал неубедительный сезон, причем в его исполнении такое наблюдается уже не в первый раз. 24-летний игрок перебрался на Кампноу в январе 22-го года из Манчестер-Сити за 55 миллионов евро, но до сих пор не может выйти на желаемый уровень. За полтора предыдущих сезона испанец отменился 8-ю голами и 6-ю ассистами в Ла Лиге. Это не особо впечатлило болельщиков, учитывая трансферный ценник и 3 проведенные кампании за Валенсию в прошлом. Этот сезон Ферран начал довольно бодро, отметившись тремя голами в четырех матчах чемпионата. Вот только затем Торрес не мог отличиться в 13 поединках Ла Лиги подряд. В апреле испанец забил ворота Лас Пальмас, а позже оформил хэт-трик против Бетиса. После этого Ферран получил неприятную травму, но восстановившись не смог отличиться ни одним результативным действием в шести матчах. Руководство Барселоны давно задумывается над продажей Торреса, вот только сам футболист не хочет уходить. Судя по всему, летом никаких изменений не будет, ведь у Феррана есть контракт аж до 2027 года. Рахим Стерлинг, Роберт Санчес и Бенуа Бадьяшиль У лондонского Челси тоже было предостаточно футболистов, которые неудачно провели кампанию. Рахим Стерлинг летом 22 года перебрался на Стэнфорд-Бридж из Манчестер-Сити за 56 миллионов 200 тысяч евро. Некогда один из самых результативных игроков АПЛ не смог заиграть в первом сезоне за Челси и ограничился лишь шестью голами и тремя ассистами в чемпионате. Команда завершила кампанию на 12 месте и выдала худший финиш в 21 веке, поэтому положение многих игроков находилось под сомнением. Ходили слухи о том, что Стерлинга могут продать Саудовскую Аравию, но англичанин в итоге остался. Тем не менее, реабилитироваться футболисту не удалось. В этом сезоне Рахим стал одним из главных козлов отпущения в Челси. Несмотря на важную роль в команде и доверие тренерского штаба, англичанин показывал очень посредственную игру. Бывали матчи, когда Стерлинг выходил один на один с голкипером, и вместо того, чтобы отдать партнеру на пустые ворота, брал инициативу в свои руки и проигрывал дойль вратарю. Одна из таких игр была на выезде против Волверхэмптона. Рахим мог очень просто помочь Челси открыть счет в первом тайме, но пожадничал и не отдал передачу. В итоге синий проиграли 1-2, а Рахим получил нещадную критику от болельщиков. В общем и целом 29-летний Стерлинг в этом розыгрыш Премьер Лиги не реализовал 11 больших шансов и отметился всего семью голами четырьмя ассистами. Не лучший показатель для самого высокооплачиваемого игрока Челси зарплатой в размере чуть менее 20 миллионов евро в год. Статистика Рахима особенно не воодушевляет, если учесть тот факт, что 6 из его 11 результативных действий в этом сезоне пришлись на матчи против Бёрнли, Лутона и Ноттингама. А ведь эти команды всю компанию бороли за выживание. Начиная с февраля Стерлинг и вовсе проиграл конкуренцию за место в основе. По слухам, Челси не прочь продать англичанин летом, но найдется ли на него покупатель – это большой вопрос. Вряд ли нападающий захочет терять большую зарплату, которую ему могут повторить разве что в Саудовской Аравии. Прошлым летом Челси также полностью обновил вратарскую линию. Кепа и Эдуар Минди покинули команду, а вместо них перешли Роберт Санчес и Джорджи Петрович. Первый был известен по выступлениям из Абрайтон, в футболке которого провел три неплохих сезона. Челси заплатил за 26-летнего испанца 28 миллионов 700 тысяч евро, но голкипер не смог оправдать ожидания руководства. Роберт порой делал качественные и важные сейвы, но при этом ужасно играл в пас. Ярким тому подтверждением стал домашний матч против Арсенала, где Челси лидировал 2-0. На 7-7 минуте Санчес ошибся в передаче, после чего Деклан Райс отправил мяч в пустые ворота и сократил отставание до минимума. Чуть позже Троссар сравнял счет и не позволил Челси забрать три очка. В 16 матчах АПЛ Санчес пропустил 25 голов. В этом, конечно, была большая доля вины обороны, но при этом сам Роберт в некоторых эпизодах мог сыграть куда надежнее. В декабре испанец получил травму, после которой основным вратарем Челси стал Петрович. Серб зарекомендовал себя как более надежного галкипера как в плане сейвов, так и в плане игры ногами. Когда Санчес восстановился, роль первого номера уже была занята. Позже Роберт получил еще несколько травм и до сих пор не сыграл ни одного матча АПЛ в этом календарном году. Вполне вероятно, что испанец попрощается с Челси уже летом, ведь ему вряд ли светит игровая практика в следующем сезоне. Центральный защитник Бенуа Бадьяшиль тоже до сих пор никак не может адаптироваться к новому чемпионату. В январе 2023 года синие заплатили Монако 38 миллионов евро. 23-летний защитник ростом в 194 сантиметра при своих габаритах обладает неплохой скоростью, а также хорошо поддерживает построение атак с помощью первого пасса. Во второй половине прошлого сезона Бадьяшиль играл нестабильно, но болельщики исписывали это на период адаптации. Тем не менее, в этой кампании ничего не изменилось. Бенуа часто ошибался в выборе позиций и смотрелся слабо. Более того, француз в этом розыгрыше АПЛ допустил одну ошибку, приведшую голу, а также привез свои ворота один пенальти. Под конец сезона из-за травмы Левая Колуэлла Бадьяшиль пробился в основу, но все равно не впечатлял своей игрой. Как бы там ни было, защитник еще довольно молод, поэтому, возможно, в следующем сезоне он все же сможет добиться прогресса. Мюнхенская Бавария прошлым летом решила пополнить свои ряды новым центральным защитником. Выбор руководства остановился на Киме Миндже, который в единственном сезоне за Наполе проявил себя как один из лучших центробэков серии А и сыграл очень важную роль в завоеванном Скудетто. Бавария заплатила за 27-летнего корейца отступные в размере 50 миллионов евро и оформила трансфер. Центральный защитник начинал сезон в качестве основного, но показывал далеко не такую же качественную игру, как в Наполе. В январе Ким Миндже уехал на месяц для участия в Кубке Азии, но вернулся обратно в плохой форме. Под конец февраля главный тренер Томас Тухель посадил корейца на скамейку запасных и редко выпускал его в основе. Центральный защитник, несмотря на это, провел терпение и ждал возможности вернуться в старт. В мае перед игроком стояла очень важная задача – заменить в основе травмированного Матейса Деликта в первом матче с Мадридским Реалом в полуфинале Лиги Чемпионов. К сожалению, Ким Миндже полностью провалил этот матч. Поединок завершился в ничью 2-2, но Бавария пропустила оба гола по вине корейца. В первом тайме защитник бросил свою зону и позволил Венисиусу Жонеру открыть счет, а уже во второй половине встречи сфалил на Родриго и привез в свои ворота пенальти. В ответном матча корейца уже не было, но Бавария все равно проиграл 1-2. Если верить слухам, в возвращении Кима Миндже заинтересован его бывший клуб Наполи. Но мюнхенцы вряд ли отпустят игрока спустя всего год после трансфера. Тем более за корейца было заплачено 50 миллионов. Сезон также сложился неудачно для другого центрального защитника Баварии в лице Дайо Памикано. Как многие из вас помнят, француз провалил и прошлую кампанию. В особенности запомнились четвертинальные матчи Лиги Чемпионов против Манчестер Сити, где игрок стал объектом насмешек. В тех поединках защитник допустил целый ряд курьезных ошибок, а также привез свои ворота пенальти. Большую часть этого сезона у Памикано был основным в Баварии, но все изменилось в конце февраля. В этот отрезок Дайо умудрился получить две красные карточки в двух матчах подряд. Сперва в 1-8 финал Лиги Чемпионов против Лацио, а затем в поединке с Бохумом в Бундеслиге. В ключевых играх сезона у Памикано сидел на скамейке. Это в первую очередь касается четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Чемпионов, где Бавария встречалась с Арсеналом и Реалом. Тухель в совокупности доверил Дайо провести всего одну минуту в этих поединках. 25-летний француз так или иначе имеет контракт до 26-го года и в обозримом будущем продолжит попытки вернуть доверие болельщиков. Этот сезон обернулся для Манчестер Юнайтед настоящей катастрофой. Поэтому неудивительно, что в этом ролике оказалось столько футболистов этого клуба. Опорный полузащитник Казимира перебрался на Олд Траффорд летом 22-го года из Мадридского Реала. За 70 миллионов 650 тысяч евро. В своем первом сезоне бразилец показал отличный футбол и был одним из ключевых игроков команды. Казимира помог Манчестер Юнайтед завоевать Кубок Лиги и финишировать на третьем месте ВПЛ, отметившись во всех турнирах семью голами и шестью ассистами. Этот же сезон сложился для опорника настолько провальным, что в прессе уже осенью ходили слухи о желании манкунианцев выставить игрока на продажу. Главный тренер Эрик Тенхак якобы заметил на тренировках, что форма бразильца ухудшилась в несколько раз по сравнению с прошлой кампанией. Более того, в конце октября Казимира получил травму, из-за которой пропустил почти три месяца. После возвращения на поле футболист смотрелся очень плохо и не соответствовал уровню полузащитника, за которого еще относительно недавно заплатили более 70 миллионов. Под конец сезона Казимира из-за кадровых проблем был вынужден действовать в центре защиты. В выездном матче с Кристал Пелос бразилец настолько провалился, что допустил целый ряд глупых ошибок, а его команда проиграла 0-4. Контракт хавбека истекает летом 26-го года, но, по слухам, Манчестер Юнайтед готов продать его уже в ближайшем межсезонье. В услугах 32-летнего Казимира заинтересованы клубы из Саудовской Аравии. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошлым летом манкунианцы расстались с галкипером Давидом Дехея, который был первым номером команд с 2011 года. На замену испанцу главный тренер Эрик Тенхаг решил пригласить 28-летнего Андреа Нану, которого тренировал в Амстердамском Аяксе. Камеронец был лучшим вратарем прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов по количеству сухих матчей, а его Интер дошел до финала, где проиграл Манчестер Сити. Красные Дьяволы так или иначе заплатили за галкипера 50 миллионов 200 тысяч евро и удовлетворили требования Тенхага. Вот только трансфер пока что оборачивается для клуба провалом, а Нана начал чудить уже на предсезонной подготовке, что было сигналом тревоги. В начале же сезона Андре допустил целый ряд ошибок и крайне нелепо реагировал на некоторые удары. В первых пяти турах МЮ проиграл три матча, и в этом была солидная доля вины Ананы. Самым грандиозным провалом Андре отметился в Лиге Чемпионов. Камерунец умудрился начудить в первом матче с Баварией и обоих поединках с Галатасараем на грубом этапе. По статистике от Софаскор, вратарь допустил две грубые ошибки, которые привели к голу, но если посмотреть на реакцию Андре в некоторых эпизодах, можно найти больше опложностей. Провальная игра Ананы в конечном итоге привела к тому, что Манчестер Юнайтед занял последнее место в группе и не вышел даже в плей-офф Лиги Европы. Если говорить о чемпионате, там Андре пропустил 58 мячей, привез одно пенальти и один очевидный гол в свои ворота. Болельщики уже к началу сезона были недовольны игрой вратаря, но дело в том, что адекватной альтернативы камерунцу у Юнайтед сейчас попросту нет. Отдельно стоит отметить центрального защитника Рафаэля Варана, который выступает за ЭМЮ с 2021 года. В свое время мангунианцы заплатили за француза 40 миллионов евро мадридскому Реалу. Первый сезон игрок провел довольно слабо, но зато в прошлой кампании выступил очень качественно и помог команде достичь хороших результатов. Рафаэль хорошо действовал в связке с Лиссандром Мартинесом, но в этом сезоне француз не смог поддержать стабильный уровень. Варан начинал кампанию в качестве основного, но затем получил небольшую травму, а когда вернулся в строй, начал сидеть на скамейке запасных. Так продолжалось с сентября по декабрь, пока кадровая ситуация не вынудила Тенхага вновь выпустить Рафаэля в основе. Центральный защитник провел несколько матчей в старте, но показывал не очень надежную игру. Под конец кампании руководство решило не продлевать контракт с французом и отпустить его летом на правах свободного агента. А ведь в прошлом сезоне казалось, что 31-летний Варан задержится на Олд Траффорд на куда более длительный срок. Перед стартом сезона Манчестер Юнайтед также усилил зону полузащиты, пригласив на правах аренды Софьяна Амрабата из Фиорентины. Марокканский опорник стал одним из лучших игроков последнего чемпионата мира в Катаре, где помог своей команде сенсационно дойти до полуфинала. Вот только, к сожалению, английская премьер-лига оказалась 27-летнему Софьяну явно не по зубам. На старте сезона Амрабат провел несколько матчей в основе, но показал откровенно слабую игру и в результате присел на скамейку. Это решение тренерского штаба было вполне справедливым, ведь игрок часто ошибался и был слабым звеном. Начиная с конца декабря, Тенхаг отправил марокканца в глубокий резерв. Опорник вновь вышел в старте в матче АПЛ в начале этого месяца, но это скорее произошло из-за кадровой ситуации. Как бы там ни было, Манчестер Юнайтед точно не будет выкупать Амрабата на постоянной основе. Еще одной проблемой команды Эрика Тенхага стал вингер Антониза, которого манкунианцы летом 22-го года выложили 95 миллионов евро. Инициатива трансфера, к слову, тоже исходила от тренера, который работал с футболистом в Аяксе. Бразилиц начал в Англии довольно бодро. В первых трех матчах он забил голы ворота Арсенала, Манчестер-Сити и Эвертона. Казалось, что Юнайтед провернул шикарный трансфер, но как бы смешно это ни было, после данного отрезка Антониз смог отметиться всего одним голом в чемпионате. Болельщики надеялись, что в новом сезоне бразилиц выступит лучше, но все в итоге наоборот оказалось только хуже. Свой первый гол в этом розыгрыше чемпионата Антониз с горем пополам забил в 35-м туре ворота аутсайдера Бернли. Помимо этого, нападающий отметился одним ассистом против Челси, но Манчестер-Юнайтед проиграл тот матч. Бразилиц за период игры в Манчестер-Юнайтед больше отметился нелепыми финтами, чем результативными действиями. Что уж говорить о выражении лица игрока перед выходом на замену в недавнем матче с Арсеналом. Изображение с гримасы Антониза разлетелось на мемы, и футболист стал еще большим посмешищем. Если верить слухам, Манчестер-Юнайтед хочет продать бразильца летом, но если судить по логике, для этого клубу необходимо снизить ценник как минимум до 50 миллионов. Возможно, за 24-летнего игрока кто-то столько и заплатит, хотя с этим утверждением многие бы поспорили. В любом случае, перспективы Антонина Ултраффорд выглядят не очень радужными. Неудачный отрезок бывает обусловлен сразу несколькими факторами. Кто-то сломлен из-за психологических причин, кому-то все еще предстоит адаптироваться к новой команде, а кто-то откровенно не тянет требуемый уровень. Как бы там ни было, в будущем у игроков из сегодняшнего ролика будет возможность реанимировать карьеру, но вряд ли ею смогут воспользоваться абсолютно все. Друзья, как вы считаете, кто из героев данного видео добьется прогресса в следующем сезоне? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok